книга открытым оком тема священство том 5 вопрос 1442 как судиться с епископом если он что-то отнял от у своего клирика или мирянина можно ли подать на него в суд мирской отвечает игнатий тихонович лапкин в книге правил сборники правил 7 святых вселенских соборов 9 поместных соборов и правил 13 святых отцов церкви вселенской дан регламент на все подобное вся трудность выполнить эти правила сегодня состоит именно в том что нет этой церковной инстанции в епархии которую правило называют церковным судом об этом давно идут разговоры но воз и ныне там а как а так как нет этой инстанции значит и все правила о церковном суде совершенно не работают они как бы и не существуют но обиды есть и их нужно решать законным порядком остается идти в гражданский суд и дело представлять в конечную мирскую инстанцию которая это дело вполне может решать даже не будучи осведомлено вопросах нашей веры им это помогло бы только в моментах выявления истины чтобы духом познать лгут ли свидетели и дознать истину в чистоте церковные правила даже не предполагают такой постановки вопроса чтобы не разрешать конфликтов но и не предусматривают даже вероятности что может быть такое вот наше время когда не будет церковных судов тогда остается только идти в мирской суд но вот тут то и сработают все карательные меры успокоительные капли флаконы законы от епископского прещения если пойдешь в мирской суд жаловался не на него остались карательные функции за нарушение не работающего канона но правило дает возможность все же обращаться в мирской районный или краевой суд и это нужно знать как это сделать сегодня чтобы не попасть под молотилку церковных правил запрещающих обращаться за справедливостью в мирские суды целые века церковнослужители скрывались от справедливых решений и от возмездия за своими братскими епархиальными судами и стонали низшие клирики миряне но бог дал троцкого ульянова сталина и толпами сотнями тысяч поволокли из епархии из-за монастырских толстых стен пред лицо революционных трибуналов и под вышку или в гулаг так бог наводит порядок и среди тех кто скрывается под сенью своих мыл и вымыслов и не работающих законов вытряхивает неподсудных владык пред лицо всей земли подсолнечной вот что говорят церковные правила по материальным вот что говорят церковные правила по материальным вопросам второй вселенский собор правило шестое не без исследования допускать обвинителей не позволять всякому приносить обвинения на правителей церкви но и не всем возбранять но если кто принесет на епископа некую собственную то есть частную жалобу в какой-то простите как-то в притязании им имение или в какой-либо потрепенной от него потрепенной от него неправде или так при таковых обвинениях не принимать в рассуждение ни лица обвинителя ни веры его подавает всячески и совести епископа быть свободную и объявляющему себя обиженным обрести правосудие какой бы веры он не был но не прежде могут они настоять на своем обвинении как письменно поставив себя под страхом одинакового наказателя с обвиняемым если бы по производству дела оказались клевещущими на обвиняемого епископа но если кто презрев по предварительному дознанию постановлен постановленное решение дерзнет или слух царский утруждать или суды мирских начальников такое отнюдь да не будет приемлем со своей жалобой жалобу яко нанесший оскорбление правилам и нарушивший церковное благочиние это правило угрожает наказанием тому кто обращается в мирской суд решив переиграть дело свое после того как по нему уже было вынесено решение церковным судом но если нет вообще это инстанции церковного суда и нет его уже целое столетие то и угрозы все полностью отпадают карфагенский собор 12 правило если который епископ чего да не будет подвергнется некоему обвинению и по великим затруднениям не можно будет собраться многим епископом то дабы он не оставался долго под обвинением до слушает его на суде 12 епископов при свитера 6 епископов и свой и диакона 3 карфагенский собор 15 правил мага да то есть когда судят епископов то а когда при свите рассудят то 6 епископов и свой на диакона 3 карфагенский собор 15 правило рассуждено также чтобы кто бы то ни был из епископов или при свитеров или диаконов или причетников если имея возношение в церкви дело обвинительно или тяжебное отречется от церковного суда и вас хочет оправдаться пред судилищами светскими лишается своего места хотя бы и не в пользу его решения последовало лишался лишался своего места хотя бы и не в пользу его решения последовало и сие по делу обвинительному по делу же тяжебному до лишается того что приобрел по решению дела если хочет удержать место свое в мирские суды кто обращается пренебрегший суд церковной но когда нет первой инстанции церковного суда то пред человеком остается только вторая первая же инстанция как не существующая и наказать никого не может карфагенский собор 28 правило если кто из епископов подвергнется обвинению обвинитель до представит дело к первенствующему в области которая принадлежит обвиняемый и да не будет обвиняемый отчужден от общения разве когда быв призван к ответу грамотую не явятся в суд избранных судить его назначенное время то есть в течение месяца от того дня в которой подознание получена им грамота если же представит истинные и необходимые причины препятствовавшие ему явиться к ответу против того что на него представлена то без пред осуждения да имеет свободу к оправданию в течение другого месяца да не будет в общении доколе не очистит себя доказательствами по делу если же перед если же пред все целые того лета собор явиться не восхочет дабы по крайней мере тем дело его окончено было то имеет быть осужден как произнесший приговор сам против себя во время же в которое он останется вне общения да не приобщается не в своей церкви не во всем пределе напротив того доносителя на него если никуда не отлучался в одни рассмотрения дела его отнюдь да не возбранится общения но если удалится и скроется то епископ да будет возвращен в общение а сам доноситель да и зреница от общения впрочем так чтобы не было отъята у него свобода подтвердить обвинение если может доказать что не предстал к суду не по хотенью а по невозможности сие впрочем явно есть что если во время движения дела в суде епископов опорочено будет лице доносителя то не должно принимать от него обвинения разве только пожелает он рассмотрение своего собственного а не церковного дела если речь идет о имущественном споре то никаких ограничений и зависимости от статуса истца нет кто бы он ни был может требовать свое от обидчика хотя бы и от патриарха карфагенский собор правило 29 если пресвитеры или диаконы обвиняемы будут то по собрании узаконенного числа из ближайших мест избираемых епископов которых обвиняемые вопросят то есть при обвинении на пресвитера шести а если диакона трех вместе с 7 собственный обвиняемых епископ следует исследует принесенные на них обвинения с соблюдением тех же правил касательно дней и сроков и исследования и лиц обвиняющего и обвиняемого дела же по винам прочих клириков един месткий местный епископ да рассмотрит и окончит карфагенский собор 73 правило подобает просить и оси да благоволят узаконить чтобы клирика в какой бы он ни был степени осужденного за какое-либо преступление судов епископов не было позволено защищать от наказания не той церкви в которой он служил ни какому-либо человеку а чтобы в наказание за сие положено было денежное взыскание или лишение чести и да повелят чтобы к извинению в том не был принимаем ни возраст не пол карфагенский собор 90 правило определено и сие когда она состоящих в клире бывает донос и объявляются некоторые обвинения тогда частью для отклонения нарекания на церковь частью ради достоинства клира по каковым причинам и оказывается им снисхождение частью для избежания гордого злорадования еретиков и язычников если желают как и должно защищать свое дело и попищись о доказательствах своей невинности да ученят сие в течение года в которой должны быть вне общения если же в течение года вознеродят очистить свое дело то после сего никакой глаз от них да не приемлется карфагенский собор 117 правило постановлено если кто из клира будет просить от царя рассмотрение о себе светских судилищах лишь он будет своей чести если же будет от царя просить себе суда епископского отнюдь да не возбранится ему сие через это правило можно и ныне судиться с обидевшим тебя епископом если обратишься в прокуратуру или в суд чтобы они ходатайствовали о вынесении твоего дела в церковный суд но то но так а но такого суда нет вообще на белом свете ныне тогда мирские власти сами могут возбудить уголовное дело а ты не виновен ты сам не писал заявление в суд и церковные фиктивные правила не нарушил никак 4 вселенский собор 9 правило если который клирик с клириком не имеет судное дело да не оставляет своего епископа и да не прибегает к светским судилищам но сперва да производит свое дело у своего епископа или по изволению того же епископа избранные обеими сторонами до составят суд а кто вопреки сему поступит до подлежит наказанием по правилам если же клирик со своим или со иным епископом имеет судное дело досудится в областном соборе если же на митрополита области епископ или криви или или крик лирик имеет не удовольствие до обращается или как за арху великой области или к престолу царствующего константинополя или перед ним досудится карфагенский собор 140 и и пред ним досудится карфагенский собор 144 правило положено и сие не принимать доносов от всех рабов от отпущенников тех самых на которых доносить хотят и от всех которых гражданские законы не допускают к доносам о преступлениях также от всех на которых лежит пятно бесчестия то есть от позорищных и от лиц к сравним делам прикосновенных также от еретиков или еленов или иудеев впрочем у всех от которых не допускается таковое обвинение да не отъемлется свобода приносить жалобы по своим делам 4 вселенский собор 21 правило от клириков или мирян доносящих на епископов или на клириков не принимать доноса просто и без исследования но предварительно исследовать общественное о них мнение не отъемлется